Борьба афроамериканцев за равенство в Соединенных Штатах была долгим и трудным процессом. С времен рабства до движений за гражданские права в 20 веке и более поздних протестов за расовую справедливость, чернокожие население сыграло важную роль в борьбе за равенство в стране. Эта борьба, хотя и достигла значительных успехов, продолжает оставаться важной частью американского общества и в наше время. Рабство и окончание гражданской войны. История борьбы за равенство в США начинается с рабства, которое было законным в стране с года 1601 по 1865. За эти годы миллионы африканцев были привезены в страну в качестве рабов, в основном в Южные Штаты, где они работали на плантациях хлопка, табака и сахарного тростника. Несмотря на отмену рабства с ратификацией 13-й поправки в 1865 году, расовая дискриминация и сегрегация продолжали существовать в большинстве частей страны. Гражданская война, которая длилась с года 1861 по 1865, была решающим конфликтом, определившим будущее нации. В конце войны Южные Штаты потерпели поражение, рабство было отменено, но борьба за равенство не закончилась на этом. Хотя 14-я поправка, ратифицированная в 1868 году, гарантировала равенство прав перед законом для всех граждан, включая афроамериканцев, реализация этих законов шла медленно и сталкивалась с сопротивлением в разных частях американского общества. Движение за гражданские права в 20 веке. В 20 веке борьба за расовое равенство приобрела большую силу благодаря движению за гражданские права. Это движение, возникшее в 50-х годах, возглавляли такие фигуры, как Мартин Лютер Кинг-младший, Роза Паркас и Малкольм Икс. Его целью было покончить с расовой сегрегацией, институционализированным расизмом и системной дискриминацией афроамериканцев на юге США. Одним из важнейших достижений этого движения было принятие закона о гражданских правах в 1964 году, который запретил дискриминацию по признаку расы, цвета кожи, религии, пола или национального происхождения. Этот закон стал важным шагом на пути к расовому равенству, но все еще оставалось много работы для того, чтобы законы были эффективно применены по всей стране. Еще одним важным достижением движения за гражданские права стал закон о праве голоса в 1965 году, который устранил барьеры, мешавшие афроамериканцам голосовать, такие как экзамены на грамотность и тесты на «хорошую мораль», которые использовались на юге для исключения чернокожих из числа избирателей. Несмотря на эти достижения, афроамериканцы продолжали сталкиваться с серьезными проблемами, такими как дискриминация в образовании, жилищной сфере и трудоустройстве. Борьба с полицейским насилием. Полицейская жестокость по отношению к афроамериканцам была проблемой, которая сохранялась на протяжении всей истории США. В 20 веке случаи насилия со стороны полиции и убийства афроамериканцев руками полиции вызвали возмущение и протесты. Один из наиболее ярких инцидентов – стрельба по Майклу Брауну в 1914 году в Фергюсоне, штат Миссури, которая вызвала протесты по всей стране. В 1915 году возникло движение «Black Lives Matter – жизни чернокожих важны», как реакция на полицейское насилие и расовую несправедливость. Это движение стало одним из самых известных протестов и привлекло мировое внимание к полицейской жестокости по отношению к афроамериканцам, а также к расовым диспропорциям в системе уголовного правосудия. Протесты и требования справедливости продолжались в течение последнего десятилетия, что привело к большему вниманию к реформам полиции и борьбе с расизмом в системе правосудия. Современные движения и путь вперед. В последние годы в США возросло внимание к устранению системного неравенства, особенно в системе уголовного правосудия. Движения, такие как «Black Lives Matter», привлекли международное внимание, выступая за справедливость для жертв полицейской жестокости и требуя реформ для решения расовых диспропорций в правоохранительных органах, обвинениях и тюремном заключении. Убийства Джорджа Флойда в 2020 году, Брелоны Тейлор в 2020 году и Ахмада Арбери в 2020 году стали поводом для протестов по всему США и в мире, подчеркивая необходимость изменений. Протестующие и активисты призвали к сокращению финансирования полиции и перераспределению средств в общественные службы для решения коренных причин неравенства. Движение также обратило внимание на различия в здравоохранении, образовании, жилищном строительстве и трудоустройстве, которые в диспропорте ныть ли более тяжелым образом касаются афроамериканцев. Эти системные проблемы, которые сохранялись на протяжении поколений, продолжают поддерживать циклы бедности и неравенства. Помимо протестов и активизма, предпринимаются юридические реформы для создания долгосрочных изменений. В 2020 году в Конгресс была внесена законопроект о справедливости в полиции Джорджа Флойда, который предусматривал устранение квалифицированного иммунитета для полицейских, запрещение удушающих приемов и установление национальных стандартов для полицейских практик. Несмотря на то, что законопроект столкнулся с серьезным сопротивлением и не был принят в его первоначальной форме, он подчеркнул стремление к решению проблем насилия со стороны полиции и расовой дискриминации в правоохранительных органах. Кроме того, афроамериканское руководство продолжает расти как в политике, так и в культуре. Избрание Барака Обамы в качестве 44-го президента США в 1808 году, а также рост движения за расовую и экономическую справедливость, который продолжает набирать популярность, свидетельствует о важной роли афроамериканцев в формировании будущего страны. Культурный вклад и чернокожая идентичность. Несмотря на трудности, афроамериканцы оказали огромное влияние на культуру США, формируя искусство, музыку, литературу и социальные движения в стране. С ренессансом Гарлема в 20-х годах, который стал праздником творчества и культуры чернокожих, до появления хип-хопа в конце 20-го века, афроамериканцы оказали глубокое влияние на американскую культуру. Чернокожая литература, включая произведения таких авторов, как Лэнгстон Хьюз, Зора Нил Херстона, Майя Анджеллоу и Джеймс Болдуин, освещала борьбу и триумф афроамериканцев в США, в то время как также вносила вклад в более широкую национальную идентичность. Рост движения Black Lives Matter также подчеркнул важность празднования черной культуры и восстановления черной истории. Усилия по обучению инклюзивной истории, которая включает рабство, сегрегацию и движение за гражданские права, теперь отражаются в школах и музеях по всей стране. Хотя по поводу того, как следует преподавать эту историю, все еще ведутся дебаты, признание опыта и вклада афроамериканцев – это шаг к созданию более справедливого будущего. Кроме того, чернокожие художники, спортсмены и лидеры продолжают разрушать барьеры и вдохновлять будущее поколение. В искусстве такие фигуры, как Бейонсе, Кендрик Ламар и Ава Дуверний, используют свои платформы для того, чтобы говорить о вопросах расовой несправедливости и праздновать гордость за свою культуру. В спорте такие спортсмены, как Леброн Джеймс и Колин Каперник, стали символами сопротивления, используя свою популярность для борьбы с расизмом и полицейской жестокостью. Экономическое неравенство и продолжающаяся борьба. Один из самых устойчивых вызовов, с которыми сталкиваются афроамериканцы – это экономическое неравенство. Несмотря на достижения в образовании и политике, афроамериканцы по-прежнему сталкиваются с серьезными экономическими барьерами, такими как высокий уровень безработицы, низкие доходы и недостаточный доступ к качественным жилищным условиям и образованию. Это экономическое неравенство также поддерживается историческими практиками, такими как сегрегация, красные линии и дискриминация при трудоустройстве. Чернокожие семьи в США, как правило, имеют гораздо меньший уровень богатства по сравнению с белыми семьями. В 1995 году разница в медианном уровне богатства между черными и белыми семьями составляла более чем 10 раз. Хотя за последние несколько десятилетий было сделано много для улучшения уровня жизни афроамериканцев, экономическое неравенство остается одним из самых сложных вопросов, с которым сталкиваются чернокожие сообщества. Несмотря на это, со временем афроамериканцы продолжили достигать успехов в бизнесе, образовании и политике. В последние годы наблюдается рост чернокожих предпринимателей, инвесторов и работников в различных областях. Тем не менее, для устранения экономического неравенства необходимы более решительные меры, направленные на улучшение доступа к качественным образовательным и трудовым возможностям, а также на устранение системных барьеров, которые мешают чернокожим американцам добиться финансового успеха. Будущие борьбы за равенство. Путь к расовому равенству в США продолжает быть долгим и сложным, но движение за социальные и политические изменения продолжает набирать силу. Важно понимать, что борьба за права афроамериканцев – это не просто борьба за расовую справедливость, но и за создание более справедливой и равноправной общества в целом. Лидеры движений, такие как Мартин Лютер Кинг-младший, Малкольм Икс, Роза Паркас и современные активисты, такие как Бейонсе и Леброн Джеймс, продолжают вдохновлять новых поколений бороться за изменения. С каждым годом американское общество все больше осознает важность расового равенства и необходимость борьбы с системной дискриминацией. Принятие законов, направленных на борьбу с полицейской жестокостью, повышение участия чернокожих в политической жизни и развитии возможностей для афроамериканцев в сфере образования и трудоустройства – все это важные шаги на пути к созданию более справедливого общества. Тем не менее, процесс изменений требует времени, и важно, чтобы усилия были продолжительными и последовательными. Вместе с тем, чернокожие лидеры, активисты и организации по-прежнему играют решающую роль в борьбе за перемены. Технологии, социальные медиа и культурные инициативы стали мощными инструментами для распространения информации о расовых проблемах и мобилизации для действий. Независимо от того, сталкиваются ли афроамериканцы с полицейским насилием, экономическим неравенством или политической репрессией, их борьба за равенство продолжает вдохновлять людей по всему миру и является важной частью более широкой борьбы за справедливость. Таким образом, борьба афроамериканцев за равенство в США, это не просто часть истории, но и продолжающийся процесс, охватывающий прошлое, настоящее и будущее. Мы не можем забыть тех, кто пожертвовал своими жизнями и боролся за права чернокожих, и должны продолжать поддерживать и развивать усилия, направленные на создание более справедливого и равноправного общества.